Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре четверг, 14 сентября, в студии Альбина Охтова. Я рада приветствовать всех, кто встречает это утро вместе с нами. И по традиции, коротко о знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре. Итак, 14 сентября 1812 года армия Наполеона вступила в опустевшую Москву. В этот день 1911 года произошло покушение на председателя Совета Министров России Петра Столыпина. 14 сентября 1829 года в османском городе Андрианополе Россия и Османская империя подписали Андрианопольский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну. В 1954 году, 14 сентября, на Тотском перегоне Оренбургской области начались опытные испытания одного из видов атомного оружия. В этот день родились такие известные люди, как английский живописец, известный мастер портрета эпохи барокко Питер Лелли, немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник Александр Гумбольд, русский электротехник, изобретатель и предприниматель Павел Яблочков, британский политик и общественный деятель, нобелевский лауреат Роберт Сейсел, советский авиаконструктор, создатель вертолета ВК Николай Камов, советский российский телеведущий, диктор телевидения, народный артист СССР Игорь Кириллов и российский политик и государственный деятель, третий президент России Дмитрий Медведев. Далее нашу программу продолжит музыка, не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Высохли фонтаны Лето кончилось нежданно Желтые тюльпаны Ты мне даришь, как ни странно Знаешь, ты сам как жесток Этот прозрачный намек Желтые тюльпаны Желтые тюльпаны Желтые тюльпаны Весники разлуки Цвета запоздала Утренней звезды Утренней звезды Желтые тюльпаны Помня твои руки Помня твои губы Строгие цветы, строгие цветы Желтые тюльпаны Помня твои руки Помня твои губы Строгие цветы, строгие цветы Строгие цветы Ты уедешь скоро Опустеет шумный город После нашей ссоры Может, правды я не спорю В том, что разбились мечты Не виноваты цветы Желтые тюльпаны Желтые тюльпаны Весники разлуки Цвета запоздалой Утренней звезды Утренней звезды Желтые тюльпаны Помня твои руки Помня твои губы Строгие цветы, строгие цветы Желтые тюльпаны Помня твои руки Помня твои губы Строгие цветы Строгие цветы Строгие цветы радио у микрофона Альбина Охтова. Торжественное вручение переходящего кубка первого конкурса «Флагман Олимпийской страны» прошло на днях во Дворце культуры Черкеска. Для выполнения этой миссии Карачаево-Черкесию посетил заведующий сектором по взаимодействию с регионами Олимпийского комитета России Игорь Степанов. Репортаж Умара Тикеева. Мероприятие открыл председатель комитета по науке, образованию и культуре, спорту, делам молодежи и туризму регионального парламента Исмель Биджев. Он отметил проделан Олимпийским советом Карачаево-Черкесии объем работы. По словам Биджева, от развития массового спорта зависят многие достижения региона. В этом плане хочется отметить проделанную работу Олимпийского совета Карачаево-Черкесии, который, со дня своего образования, проделал полосальную работу по пропагандине в республике Олимпийского движения. Главной задачей которого является партнерами физически и духовно здорового общества, чтобы новое поколение росли в атмосфере любви и уважения к своей родине. А такие качества, как сила, достоинства и мужества закладывались человеки-сранники. В этом заключается суть Олимпизма и его базовых ценностей. Убежден, что данная работа двой продолжена и в дальнейшем. Президент Олимпийского совета республики, руководитель Минспорта Карачаево-Черкесии Рашид Музденов подчеркнул, что победа республики в конкурсе достигнута общими усилиями профильного министерства и жителей региона. Ежегодно проводится праздник под названием «Десять дней». Об этом году на 10 лет был учрежден приз и организован очень конкурс, в котором мы выиграли. Хотелось бы отметить, что это благодаря нашим общим здоровьям, нашим хрестерствам, а также работа наших всех коллег, под этим нашим учреждением, а также, конечно, это те люди, которые приняли часть в этом мероприятии. Всем большое спасибо. Также хочется благодарить тех тех, которые приняли участие в других конкурсах, организованных Олимпийского комитета России. В свою очередь заведующий сектором по взаимодействию с регионами Олимпийского комитета России Игорь Степанов озвучил слова благодарности от руководства Олимпийского комитета России, главе правительству, депутатскому корпусу и спортивной общественности региона. Он также поздравил Карачаеву Черкесию с предстоящим 25-летним юбилеем. Сегодня Олимпийский комитет, помимо тех основных положений по профилактике сборной команды России для участия в Олимпийских игр, реализует ряд программ по развитию массовых сборов. Вы знаете, для меня в приятного находиться первый раз на территории вашего судьи. Первое мероприятие прошло у вас в этом году. Это флаг Олимпийской страны. Более 1800 человек приняло участие в этом мероприятии. Но я знаю, что границы наших спортсменов, наши молодежи, они безграмные. И еще перед ним у нас ряд достаточно мощных, больших мероприятий. Я хотел бы поздравить всех вас. У вас молодая республика, у вас скоро 25 лет. И от всего Олимпийского движения я хотел бы поблагодарить и сказать большое спасибо, что вы делаете для здорового образа жизни. Для нашей молодежи, чтобы Россия была самой сильной стороной мира. Гость из Москвы вручила Рашиду Узденову переходящий кубок конкурса «Флагман Олимпийской страны» и сертификат на 500 тысяч рублей на нужды регионального Олимпийского совета. Кроме того, от региона выберут двух человек, которые поедут в качестве волонтеров на предстоящие зимние Олимпийские игры 2018 в Пенчхане. За звание «Флагман Олимпийской страны» боролся 71 российский субъект. Победители определили по числу участников Олимпийского дня в регионе, зарегистрировавшихся на сайте олимпийскаястрана.рф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто. На батарее нету снарядов уже, и надо быстрее на вираже. Парус, порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь. Даже в газоле можешь не встретить врага, это не горе, если болит нога. Петли дверные многим скрипят и многим поют. Кто вы такие, вас здесь не ждут. Но парус, порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь. Многие лета всем, кто поет во сне, все части света могут гореть в огне. Все континенты могут лежать на дне. Только все это не во мне. Но парус, порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь. Парус, порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь. Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика». Сегодня четверг, 14 сентября, в студии Альбина Ухтова. Во вбявленной главой республики «Год здоровья» большую профилактическую и лечебную работу активно проводит черкесская городская поликлиника. Около двух тысяч человек ежедневно посещают это учреждение. Одни приходят на обследование, другие на процедуры, третьи на физиолечение. Все, отправляясь в поликлинику, надеются на помощь, сочувствие и поддержку. Уже более 40 лет трудится в системе здравоохранения республики заслуженный врач Российской Федерации Гаше Шинкао, вернув здоровье и смысл жизни ни одной сотни людей. Она уроженка аула Кашхабль Хабейского района. Родилась в семье домохозяйки Патимат Пшимаховны и Айсы Муратовича, всю жизнь трудившегося в сфере сельского хозяйства. В крепкой семье Амироковых, девичья фамилия Гаше Шинкао, было восемь детей. Гаше – самая младшая из них. Но как бы не были привязаны родители к своей младшей дочери, они в первую очередь думали о ее благополучии. В возрасте 10 лет Гаша покинула отчий дом. Уехала в Черкесск, чтобы учиться в передовом на тот момент среднеобразовательном учебном заведении региона областной национальной школе-интернат. Многие видные общественные деятели Карачаева-Черкесии вышли из стен этого интерната. Если честно, то я даже не думала о том, что свяжу свою жизнь с медициной, говорит Гаша Айсовна. Честно говоря, я с детства не думала о профессии медицинского работника вообще. Наверняка повлияло большое желание моего отца. И мои старшие сестры очень хотели, чтобы я стала врачом. Я училась неплохо. Конечно, как и все молодые врачи, мечтала, что я там буду хирургом, я буду работать в стационаре. Но так получилось в жизни, что я попала в поликлинику. И вся моя трудовая жизнь прошла в этой поликлинике. У меня были прекрасные учителя именно в поликлинике, которые учили не только, как стать хорошим врачом, работать, но учили, что очень важно для профессии врача, отношению к пациентам, взаимоотношения, какие должны быть между коллегами. Ну, в здравоохранении мы говорим, этика, диантология. Ну, вот это очень хорошая школа была в поликлинике. Эти традиции, конечно, мы и сейчас стараемся сохранить. После того, как Гаша Шенкао окончила его золотой медалью, по целевому направлению она поступила в Ашхабадский мединститут. Проучилась там год, а затем перевелась в мединститут города Орджиникидзе, ныне Владикавказ, поближе к дому. Вернувшись летом 1974 года в Черкесск с дипломом на руках, молодой специалист была направлена на работу в поликлинику. Первая запись в трудовой книжке Гаши Айсовны «Участковый терапевт». Участковым врачом она проработала более 10 лет. После возглавила подростковое отделение, наладила его работу. Проработав несколько лет, она стала заместителем главного врача по экспертной работе. Проводила экспертизу временной и стойкой утраты трудоспособности горожан. Занималась организацией комиссии, сбором консилиумов, контролировала соблюдение стандартов лечения. А через пять лет взяла на себя обязанности заместителя главного врача по лечебной работе. Когда в 2001 году я стала главврачом городской поликлиники, все принципы, механизмы работы этого большого организма я знала как свои пять пальцев, говорит Гаша Айсовна. На каждом своем посту я старалась работать хорошо, так, чтобы не в чем было себя упрекнуть. Не помню, чтобы пациенты, посетители уходили от меня недовольными. Этого же я требую от своих подчиненных, говорит Гаша Айсовна. В первую очередь это работа по раннему выявлению так называемых хронических неинфекционных заболеваний, которые являются основной причиной смертности, инвалидизации, заболеваемости. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, туберкулез. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый понял, что его здоровье это его все, это будущее, это его благосостояние, благополучие, это как складывается жизнь его детей, внуков, зависит от здоровья каждого человека. Поэтому задача наша, первичного звена, это своевременно поставить диагноз и дать правильное направление пациенту. А задача пациента помочь в этом нам. Гаша Айсовна – лицо городской медицины. За эти годы она поставила на ноги тысячи жителей Черкесска. И сегодня многие прохожие останавливают ее на улице, чтобы поблагодарить за помощь и участие. Здание городской поликлиники стало для Гаши Шинкау вторым домом. Здесь она проводила и проводит большую часть дня. Нередко бывает и в выходные. В поликлинике проводится значимая работа в рамках национального проекта здоровья и программы модернизации здравоохранения. В рамках этого проекта поликлиника почти полностью обновила диагностическое оборудование. Впрочем, как замечает сама главврач поликлиники, ни одно самое современное оборудование не может стать решающим фактором в борьбе за человеческую жизнь. Благодаря нацпроекту здоровья и модернизации здравоохранения. Конечно, время идет и что-то и морально, и физически устаревает. Особых вот таких значимых вложений вы понимаете, что сегодня не в состоянии ни республика, ни страна, наверное, делать. Но мы все, что имеем, поддерживаем в рабочем состоянии. Городская поликлиника – один из важнейших объектов в городе. Всегда на виду. Тем более, что расположена на главной его улице. Мы стараемся следить за внешним видом здания, за прилегающим участком. Хотим, чтобы здание соответствовало облику республиканской столицы, которая с каждым днем преображается, говорит Гаша Айсовна. А канун очередной годовщины образования республики хочется обратиться к его жителям и гостям с просьбой. Берегите республику, любите его, старайтесь сохранить то красивое, новое, что появляется в нем. С праздником, здоровья и долголетия всем! Субтитры создавал DimaTorzok Я тебя люблю, я тебя люблю, честно говорю, честно говорю, ведь ты знаешь сам, ведь ты знаешь сам Как тебя я жду, как тебя я жду Видно, нет судьба, видно, нет любви, видно, нет любви, видно, надо мной, видно, надо мной, посмеялся ты, посмеялся ты Видно, нет судьба, видно, нет любви, видно, нет любви, видно, надо мной, посмеялся ты, посмеялся ты Времена пройдут, времена пройдут, годы пролетят, годы пролетят Первую любовь, первую любовь, не вернешь назад, не вернешь назад Видно не судьба, видно не судьба, видно нет любви, видно нет любви, видно надо мной, видно надо мной, посмеялся ты, посмеялся ты. Видно не судьба, видно не судьба, видно нет любви, видно нет любви, видно надо мной, видно надо мной, посмеялся ты, посмеялся ты. Видно не судьба, видно не судьба Видно нет любви, видно нет любви Видно надо мной, видно надо мной Посмеялся ты, посмеялся ты Видно не судьба, видно не судьба Видно нет любви, видно нет любви Видно надо мной, видно надо мной Посмеялся ты, посмеялся ты Видно не судьба, видно не судьба Видно нет любви, видно нет любви Видно надо мной, видно надо мной Посмеялся ты, посмеялся ты Видно, не судьба, видно, не судьба Видно, нет любви, видно, нет любви Видно, надо мной, видно, надо мной Посмеялся ты, посмеялся ты На волне радио Карачаева Черкесии информационно-музыкальная программа Республика У православных христиан продолжается время Великого Поста Основная цель которого – физическое и духовное совершенствование человека Великий Пост – наиболее подходящее время для избавления от вредных привычек Об этом наш следующий материал, который подготовила моя коллега Руфина Ковалева Во всех мировых религиях вредные привычки считаются преступлением перед Богом И нравственным отступлением от этических норм В православии верующий человек, заботясь о своей душе, старается соблюдать христианскую чистоту Не совершать грехов, в том числе и против самого себя Говорит архиепископ Пятигорский-Черкесский Феофилакт К большому сожалению, надо сказать, что это как-то вошло в нашу жизнь как естественное Да, присутствие алкоголя в каких-то нормальных, достойных, в приличных дозах Может быть, для кого-то это естественно Но совершенно это неестественно тогда, когда это происходит постоянно И особенно в присутствии детей Вообще, мне кажется, алкоголю нужно уметь стесняться Потому что это то самое явление, которое скорее говорит о нашей слабости Чем о нашей силе И вот с чем это связано Если посмотреть на церковные отношения к алкоголю То, несомненно, алкоголь и пьянство являются грехом И в Священном Писании прямо говорится Не обольщайтесь Пьяницы наравне с другими людьми, зависимыми от разных пороков Не наследуют Царство Божие Более того, скажу В церковной практике вопрос, связанный с поминовением человека Если его смерть произошла в случае смертельного опьянения И постоянного пьянства, становится под большой вопрос И вполне может быть принято решение, что такого человека они будут отпевать Так же, как и самоубийцу Человек, зависимый от алкоголя Уверен, убежденный алкоголик Это человек, который продает свою душу, если так можно сказать Лишает себе Царства Божие Отсюда и такое негативное отношение церкви к алкоголю С другой стороны, можно найти слова Писания, которые говорят о том Что вино веселит сердце человека Говорит пророк Давид Но при этом, в самой практике церковного употребления Никогда, в том числе и вино, которое употребляется как вещество в литургии Не употребляется в чистом, в прямом виде Оно всегда смешивается с водой Одним словом, любая зависимость Особенно алкоголическая зависимость Губит человека не только физически, но и духовно И поэтому к этому нужно относиться с очень большой осторожностью И с очень большим вниманием Как часто каждый из нас слышал трагические истории о разрушенных семьях Об осиротевших при живых родителях детях О матерях, потерявших сыновей из-за смертельного пристрастия к наркотикам и алкоголю Часто зависимыми становятся люди из социально благополучной среды Это совершенно одержимые люди Наверное, не только мы с вами могут вспомнить большое количество примеров семей Где кто-то из родителей начинает сначала употреблять, как говорят, мало-помалу, к праздничку А потом постоянно, а потом что-то произошло, а потом что-то еще затем произошло И начинается страшное изменение И все приводит к трагедиям колоссальным Потери отца в семье Постоянные ссоры родителей И, конечно, это для ребенка трагедия И, как правило, это я уже могу сказать и своего опыта, когда посещаю приюты для детей Чаще всего-то родители у детишек, у нынешних, сирот живые Спрашиваю, а где мама твоя или папа? Они очень скромно молчат А воспитатели рассказывают истории, которые, как правило, везде одна и та же проблема Да мать пьет, или отец пьет Отец в тюрьме, мать пьет И вот ребенок остался на улице Христианство – это религия свободы И оно не терпит, когда духовная свобода человека ущемляется Курение – это пристрастие, дурная привычка, от которой человек мучительно зависим Речь идет не только о химической зависимости, но и о психологической Поэтому сильная привязанность к табакокурению также является грехом Есть такая удивительная история, связанная с Иоанном Кронштадтским Он однажды ехал в поезде и встретился с русским генералом Который задал вопрос ему и говорит Отец Иоанн, а вот курить грешно или нет? На это отец Иоанн ответил парадоксальным образом Он говорит, а ты, прежде чем курить, попроси у Бога благословения на это Ну, вот как перед едой Перекрестись, Господи, благослови Генерал этот засомневался, говорит, да как-то, вот неудобно мне, что ли, нехорошо На что отец Иоанн ответил? Говорит, все, на что благословение взять совесть не позволяет Неполезно, греховно Вот само курение вредно даже не тем, что оно приносит физическую немощь Курение опасно другим Оно опасно именно зависимостью Это такая зависимость, когда человек свою волю испепеляет с каждой выкуренной сигаретой И каждый раз говорит, что да, я могу вам в момент оставить Я помню своего одного знакомого, кстати, офицера Он так тоже мне кичился своей волей Я говорю, ну, Коль, ты такой правильный русский офицер Давай, дай слово русского офицера, что больше курить не будешь Но не потому, что даже это плохо или вредно Хотя это грешно, ибо это зависимость А потому, что ты сильней этой сигареты Вы знаете, молодец, вот настоящий русский офицер бросил курить Но, к большому сожалению, таких примеров я могу привести немного Больше примеров других Наркомания Сложно осознать масштаб бедствия, связанного с этой зависимостью За последние десятилетия наркомания приобрела масштабы поистине общенациональной трагедии По экспертным оценкам, количество пристрастившихся к наркотикам в нашей стране Составляет почти 2,5 миллиона человек Причем подавляющее большинство зависимых Молодежь в возрасте до 30 лет и школьники Эти цифры заставляют задуматься и содрогнуться любого Кроме того, очень многие сидят на аптечных наркотиках Это наркотик, содержащийся в определенных лекарствах, которые можно свободно приобрести в аптеке Такие наркотики, как более дешевые, сейчас вытесняют героин и прочие средства Вот все зависимости имеют две стороны Одна сторона – это слабая воля человека или поврежденная воля человека А другая сторона – это злой умысел других людей Ведь посмотрите, если мы будем говорить только о жертвах Мы можем привести колоссальное количество примеров действительно страшных судеб человеческих Но ведь есть еще и другая сторона этой медали – бизнес, который продвигает это Как продукт – алкоголь, табак, в том числе и наркотическая зависимость Ведь есть целые корпорации, некие сообщества, которые очень неплохо обогащаются за счет этого Сегодня на территории Пятигорской Черкесской епархии действует несколько реабилитационных центров, объединенных в организацию «Здоровое поколение Кавказа» Вопрос возвращения к нормальной жизни тех, кто борется или уже смог побороть разрушительную страсть, стоит особенно остро Данный проект Пятигорской Черкесской епархии, который, как показывает опыт, уже сейчас приносит добрые плоды Помог многим зависимым избавиться от своих пристрастий и вернуться к обычной полноценной жизни Радио России, Карачаево-Черкесия, погода По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду Температура воздуха плюс 24, плюс 29 В горах плюс 17, плюс 22 Пожароопасность 2-3 класс В Черкесске без осадков ветер юго-западный 5-10 метров в секунду А столбик термометра поднимется до 29 градусов Редактор субтитров А.Семкин Восхождение Большой медиафестиваль для всей страны Телерадиокомпании, продюсерские центры, интернет-сайты и независимые авторы Журналисты, блогеры, фотографы, режиссеры и телеоператоры Самое главное и самое интересное о регионах России Все то, что стоит увидеть хотя бы раз в жизни Третий Всероссийский медиафестиваль «Восхождение» Заявки и конкурсные работы принимаются до 1 августа на сайте восхождение.рф Возьми свою высоту Мобильный телефон Ваш друг и помощник Но телефон может быть и вашим уязвимым местом Вы можете стать жертвами телефонного и СМС-мошенничества Распознать мошенничество и не дать преступникам шанса Куда проще, чем добиться от них компенсации ущерба Беседа с родственником Звонок поступает ночью или в рабочее время Странный голос сообщает об аресте родственника Сообщник представляется сотрудником правоохранительных органов и вымогает взятку Вся эта ситуация – вымысел Вашему родственнику ничего не угрожает Достаточно перезвонить ему, чтобы убедиться в этом Выигрыш Жулик звонит жертве под видом радиоведущего Он поздравляет абонента с крупным выигрышем И просит за что-то заплатить Радиостанции никогда не проводят выигрышных акций со звонками случайно выбранным абонентам СМС попрошайничества Абонент получает на мобильный телефон странное сообщение У меня проблемы, положи на этот номер 900 рублей Сам не звони, свяжусь с тобой позже Никогда не кладите денег в ответ на просьбы, поступающие с незнакомых номеров Звонок от лица оператора Жертве звонят от лица оператора связи Абоненту предлагают подключить новую услугу Запугивают отключением номера Или просят заплатить за услуги роуминга Набрав комбинацию знаков на вашем телефоне Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд Назначение которых вам неизвестно Поддельный перевод Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода Сразу после этого ему перезванивают жулики Которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги И просят их вернуть Естественно, никакой ошибки не было На самом деле денег вам не присылали Стоп-спам Иногда на мобильный приходит спам с парадоксальным предложением Защитить от спама Для удаления своего имени из списка Предлагается отправить СМС на один из коротких номеров В результате этих манипуляций вы потеряете деньги Это банальное мошенничество Банковский код Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована И просят обратиться за поддержкой по телефону Сообщник, отвечающий на этот звонок Просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты Управление КМВД России предупреждает Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса На этом информационно-музыкальная программа Радио Карачаева Черкесии подошла к концу Выпуск подготовлен корреспондентами службы информации В студии работала Альбина Ухтова Звукорежиссер и оператор-монтажан Сар Кубанов Мы с вами прощаемся Удачного дня и отличного настроения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова